МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые товарищи! Сегодня, 17 октября, Нижний Новгород предлагается открыть 27-й съезд Общественного объединения Рабочей партии России. Оргбюро был предложен президиум в лице товарищей Горбушкина Шилов-Калев. Кто за предложенную кандидатуру к президиуму, прошу голосовать. Против воздержавшиеся единогласки. Спасибо. Для работы съезда предлагается следующая повестка дня и регламенты по ней. Значит, если большинство рабочих в составе делегатов, там молодцы, председатели мандатной комиссии, дайте слово. Не в деталях, а просто дайте информацию, пожалуйста. Здесь большинство рабочих. Председатель мандатной комиссии. Ладно, мы проще сейчас сделаем. Уважаемые товарищи, делегаты, рабочие, поднимите мандаты, пожалуйста. Товарищи нерабочие. Значит, предлагается следующая повестка дня. Первые вопросы – это отчеты и задачи партии. Три доклада. Доклады от рабочей комиссии, доклад от идеологической комиссии, доклад от организационной комиссии. После докладов переходим к премиям. Во время премии предоставляем доклад председателю ЦКК. Также знакомим присутствующих с проектом постановления 27-го съезда РПР. Предлагается выступающим для докладов время до 15 минут, выступление в премиях до 5 минут. Сразу предупреждаю, что будем следить жестко за регламентом, в связи с тем, что повестка дня насыщена и сопряжены два мероприятия. Поэтому выступающих прошу ограничиваться тем временем, которое предложено в регламент. Кто задан регламент и за представленную повестку дня, я прошу голосовать, воздержавшиеся, против. Зиногласно. Так, ну, первый вопрос. Доклад от рабочей комиссии, докладчик Калид Валентин. Уважаемые товарищи, я Калид Валентин Владимирович, электромонтер Саровской генерирующей компании, являюсь сопредседателем городского комитета независимого профсоюза рабочих защита, являюсь сопредседателем Российского комитета рабочих, а также член партии, рабочей партии России, сопредседатель рабочей комиссии. За отчетный период с мая 2019 года по сегодняшнее время Организация рабочего движения в связи с планом, который есть у нас в Рабочей партии России, вело подготовку и проведение и освещение результатов семинара рабочего движения Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии Российский комитет рабочих. Кто знает и кто не знает, это семинар рабочего движения, который проводится дважды в год, как правило весной, март-апрель и осенью. Предварительно числа Оргбюро и Организационная комиссия оглашают в средствах массовой информации, когда это будет происходить, знакомят товарищей с предлагаемой повесткой дня, приглашают на Российский комитет рабочих, в первую очередь делегатов с решающим голосом рабочих, это инициативные группы коллективов, представители профсоюзов, ну и просто инициативные группы организаций, которые на сегодняшний момент не имеют профсоюзов, но заинтересованы в улучшении условий на своем предприятии. Значит, за отчетный период было проведено РКР 19-20 октября 2019 года, по обсужденным вопросам приняты следующие постановления. Первое. О борьбе профсоюзов за использование, повышение производительности труда для сокращения рабочего дня и обеспечения занятости. Второй вопрос. О борьбе за повышение заработной платы, как минимум, на достоимости рабочей силы. И третий вопрос. О профсоюзной учебе. Что хотелось отметить. Как всегда, эти вопросы, которые освещаются в повестке Дня Российского комитета рабочих, они очень широко обсуждаются делегатами. И поэтому показывают свою актуальность. По этим всем поводам освещается работа Российского комитета рабочих средств и массовой информации, которые есть у нашей организации. Если вы за этим следите, то Народная правда непосредственно та газета, которая каждый семинар освещает, где представлены все лица, которые в нем принимают участие, публикуются все выступления и все постановления в этих газетах есть. Также прошу заметить, что сайт Фонда рабочей академии основной и сайт Московского отделения Фонда рабочей академии всю эту информацию дублируют. И сказать о том, что эта информация где-то спрятана и к ней нет доступа, это неправда. Мы открыты. Каждый интересующийся человек свободно может эту информацию учеркнуть. Также 21-22 марта 2020 года был проведен очередной семинар. Также по обслуженным вопросам приняты следующие постановления. Оплата сверхурочной работы и работы выходные дни в соответствии с законом требования работников к работодателям. Не хочу остановиться на этом вопросе. Вопрос очень актуальный, очень хорошо обсуждался. И действительно, мы согласны с теми товарищами, которые представляют науку. Несмотря на то, что сегодня у большинства работников, которые работают на государственных предприятиях, рабочий день составляет 8 часов, то по факту средняя продолжительность рабочего дня на самом деле недалеко ушла от начала 20-го века, когда она составляла 12,5 часов, а на сегодняшний день она составляет 10,5 часов. Притом, это непосредственное нахождение человека при исполнении его трудовых обязанностей. Не говоря уже о том, что человек еще добирается и на работу, и с работы, как бы. Мы неоднократно рисовали на этой доске часы, разбирали тот аспект, все-таки, сколько тратит человек для того, чтобы прибыть на работу, уйти с работы, и сколько ему остается на сон, и для, вообще, время для его воспроизводства. Значит, второй вопрос звучал о представителе интересов работников при ведении коллективных переговоров. тоже вопрос очень актуальный. Хочу заметить, что даже проводилось небольшое такое исследование, и мной и товарищами, что стали появляться и на частных предприятиях коллективные договоры, но отмечу то, что составлены они, конечно, более в интересах работодателя, чем в интересах работника, потому что были представлены именно работодателя. По той схеме, что за этим видно какие-то органы то ли местного соуправления, то ли корпоративные органы, следят за тем, чтобы у успешного предприятия был все-таки коллективный договор. Надо сказать, что коллективный договор в это время сопрягается очень часто с тарифно-отраслевыми соглашениями тех или иных корпораций или больших каких-то объединений. Вот, допустим, в Росатоме это есть такое тарифно-отраслевое соглашение, где нормы коллективного договора должны учитывать те нормы, которые прописаны в нем. По крайней мере, не ухудшать положение работников, если сравнивать их с тарифным этим соглашением. Значит, опыт заключения коллективных переговоров РКР как бы освещает. На сегодняшний момент хотелось бы сказать, что те заслуги, которые были раньше у Портового комитета, у фордовцев, мы их не забываем, ставим пример, но на сегодняшний момент можно отметить то, что прогрессивные договора, они создаются в виде проектов, но что они широко заключаются на предприятиях, пока такой практики не видно. Но все, кто имеет непосредственное участие в разработке проектов и в продвижении этих проектов, мы надеемся на то, что в скором будущем такие договора будут заключены. третий вопрос был освещен это создание первичной профсоюзной организации и как показывает практика и в будущих заседаниях Российского комитета рабочих этот вопрос тоже будет освещаться, потому что тенденция идет к тому, что на предприятиях люди созревают до такого момента, чтобы создавать альтернативные профсоюзы, защищать свои права и отстаивать свои интересы в борьбе с работодателем. Также 22 марта 2020 года было принято обращение о 150-летнем юбилею со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Оно было записано и как видео было распространено по нашим электронным тоже СМИ. Подготовлено то заседание, которое будет открываться сегодня в 14.30 со следующей повесткой за воевание рабочим профсоюзом большинства трудового коллектива, развитие взаимодействия профсоюзных организаций с помощью Федерации профсоюзов России и борьба за улучшение условий труда с учетом проведения специальной оценки условий труда. Вот такую повестку подготовили товарищи для предстоящего Российского комитета рабочих, который, напомню, сегодня будет открываться в 14.30. Это что касается организации рабочего движения. Что касается взаимодействия с профсоюзными организациями с целью активации борьбы за интересы рабочего класса, помощь в создании новых действительных профсоюзов организаций. Есть такая информация, что Московская организация на четырех, по-моему, предприятиях создала альтернативные профсоюзы. Сейчас этот процесс идет как бы момент становления проходит. Не сказать, что это профсоюзы стали сразу боевыми, то есть собираются, есть понимание того, как я уже говорил, что кроме независимого альтернативного профсоюза представлять и защищать интересы трудовых коллективов никто интереса не имеет. То есть это говорит о том, что все это в руках самих рабочих, самих трудящихся. Кроме них самих этот интерес никто не отстоит. Также от Нижегородского отделения известно, что организован профсоюз в городе Самаре. Два профсоюза. Два профсоюза, извиняюсь, да, после потом при них можно будет дополнить, развернуть немножечко. Также отмечу, что у себя на предприятии ведется пропагандистская работа по проекту коллективного договора, собираются в поддержку подписи. Наш коллективный договор закончится, закончится свое действие в 21-м году, в 21-м по 23-й год будет принят новый коллективный договор. Значит, ведется над этим большая работа. Не скажу, что идет такая сильная поддержка нашего проекта, потому что знакомясь даже люди, которые читают и детально изучают проект, бытует мнение такое, чем он, его основное отличие идет от проекта, который представляет работу датель. Вот, мы выпустили выжимку, в которой отражены эти основные моменты отличия. На сегодняшний момент у профсоюза нет, конечно, такой юридической силы, чтобы противопоставить ее проекту работодателя, но, как мы знаем, можно и есть на это время, можно собирать дополнительные подписи в поддержку, которые уже в последующем могут поддержать наш проект. на собраниях, что касается уже, наверное, больше идеологической работы, но ежемесячно проводится в Ленинградском, в Московском, Нижегородском отделении собрания. Скажу, что в Нижегородском отделении был создан комитет, до этого комитета в Нижегородском отделении не было, в Московском был комитет, в Ленинградском был комитет, сейчас появился комитет в Нижегородском отделении. Так, собрание изучает положение рабочего класса в России, обсуждение результатов изучения происходит, как я уже сказал, на партийных собраниях, распространение газет идет, других печатных материалов на предприятиях и в профорганизациях. Также занимаемся привлечением партии новых членов, в первую очередь стараемся привлечь рабочих, но по тому составу партии, который у нас сегодня есть, видим, что этот процесс идет не совсем легко, что в первую очередь идет сознание не у рабочих, а уже более интеллектуального вида труда у людей, они как бы с более, с большей охотой идут в наши ряды, у них, наверное, есть большее понимание, но все-таки наша работа состоит в том, что непосредственно работать с рабочими на местах, если нет там профсоюзных организаций сегодня хотя бы делать так, чтобы создавались инициативные группы, ну, чтобы дать понять человеку труда, что кроме, опять повторюсь, кроме его самого, его чаяния, никто, его проблемы, никто не решит, только самому организовавшись, можно достичь каких-то решений каких-то тех или иных вопросов. Организации проведения РУБИРО в период осеннего-весеннего заседания РКР, как я сказал, происходило про количественный состав, это уже количественный и качественный состав, это уже доклад другой комиссии, от рабочей комиссии, наверное, все, товарищи, если есть какие-то вопросы по докладу, готов ответить. Почему бы нет, можно. Спасибо. Я хотел бы добавить, Горбушкин Сергей электромонтер из города «Кросталь». Мы московской организации еще проводили, провели уже точнее семинары фонда рабочей академии, это такие мини-РКР, где есть несколько докладов. Это доклады в союзной работе, исторические уроки стачек, бакинской стачки, например, про РКР мы рассказывали перед РКР, провели таких семинаров в июле 2019 года, в Москве, в декабре 2019 года, в Москве, в Загорске в январе 2020 года, в марте 2020 года в Москве и в октябре, в начале октября 2020 года в Электростале. Провели, получается, пять семинаров, видеоматериалы опубликованы, доклады на YouTube-канале «Рабочая Това Москва». «Рабочая Това Москва». Это тоже относится к участию в выполнении программы Федерации профсоюзов России задач коллективных действий, распространения программы и пропаганды его. Вот это я что хотел добавить. Спасибо. Продолжение следует...